Девушки отдыхают Вкусно и качественно Делаем большие печенья-куки с слаймом и кокосовой стружкой И варим похлебку из баранины в казане на огне Покажу, как выжать из куска мяса максимум Похлебка готова! Доброе утро! Мы с вами тут не часто готовим рыбу Хорошая рыба всегда не дешевая Но я знаю способ, как сделать роскошное рыбное блюдо из хорошей рыбы Так что оно выйдет недорогим и невероятно вкусным Это филе трески Стоит оно 600 рублей за килограмм А это помидоры, шампиньоны и хлеб Будем запекать треску на хлебе И получится не какой-нибудь горячий бутерброд А нормальное основное блюдо, которое едят с ножом и вилкой Будет хлеб, сверху рыба, потом овощи, а потом сверху такая вкусная мазюка из грибов Вот с нее и начнем, потому что она здесь играет самую важную роль во вкусе Не теряя времени, разогреваем сковородку с маслом и нарезаем лук соломкой То есть рыба здесь, это не просто вам стейк пожарить Здесь рыба будет в небольшом количестве, а всего остального будет много И все эти ингредиенты будут хорошо сочетаться с рыбой и только подчеркнутый вкус Обжариваем лучок на растительном масле так, чтобы он слегка закарамелизировался Теперь грибочки, друзья, нарезаем вот так вот крупненько В шампиньонах много жидкости, они потом серьезно уменьшаются в размерах, поэтому не мельчите Сразу немножечко подсолить свежемолотого перчика Вот видите, шампиньончики сразу начинают шкварчать Так, все, друзья, вот до такого состояния нужно обжарить Смотрите внимательно, что я сюда добавлю Сушеный чеснок И немножко прованских трав А в прованские травы входят розмарин, тимьян, чабрец, ну и всякие еще там травки Вот теперь уже грибочки становятся совсем другие Дальше наш старый, добрый, любимый майонез Я знаю, вы любите майонез Еще один вкусный, крутой ингредиент Сыр Натираем на крупной терке Смотрите, какая вкуснятина получилась Просто взять так, ложку съесть Теперь треска Такой кусок нужно пожарить, чтобы поесться, а я этот кусочек буду использовать на две большие порции Эту рыбу нужно разрезать вот так вот на несколько частей Сделаем раз, два, три Все, даже рыба еще останется Мэри, тебе на тартарчик Мало ты сделать? Нет Об этом и фишка Что кажется, что рыбы мало, а будет много А, и денег много не потратишь Тебе, как студенту, возьми на заметку Рыбку будем выкладывать на хлеб У меня здесь ржаной хлеб Есть нарезной батон Вы можете использовать вот хлеб, который вам хочется Хотите пшеничный, берите пшеничный Хотите ржаной, берите ржаной Это блюдо будет запекаться в духовке Но перед тем, как положить сюда хлеб И покрыть всю эту вкуснятину вот этими всеми ингредиентами Покажу, как сделать даже хлеб вкусный Для этого небольшое количество маслица Если хлебушек слегка обжарить, это будет совсем другой вкус Так, раз кусочек Два кусочек Жарим ломтики по паре минут с каждой стороны И выкладываем на противень Обжариваем рыбку Я не буду ее просто в сыром виде класть Дадим ей цвет, вкус Раз, два Три, четыре Красота Немножко соли Немножко перца Точнее, наоборот Далее чуть-чуть света переворачивайте С другой стороны тоже рекомендую подсолить И поперчить Жареные кусочки трески перекладываем в тарелку Теперь помидор Полезный, свежий, вкусный Нарезаем его полукружочками Вот такими вот Можно, кстати, черри положить Тоже будет вкусно Аккуратненько выкладываем помидорчики Выкладываем рыбку Смотрите, сюда кусочек Вот этот кусочек сюда На рыбку сверху в нашу грибную сырно-майонезную Вкуснятину Ну и завершаем всю нашу красоту Сырком сверху Буквально чуть-чуть Вы чувствуете уже, что будет супер вкусно Отправляем в духовку Температура 200 градусов Примерно на 15 минут Опа, и духовочка Смотрите, вроде маленькая А на самом деле Нормальных стандартных размеров Вот так из двух кусочков трески Получается 4 порции Сытного и вкусного блюда Ну вот посмотрите на этот шедевр Аромат здесь, конечно, безумный Потому что пахнет и рыбой И грибами, и сыром печеным Хлебушек, он с краешков подсох То есть будет хрустеть А внутри сочный Потому что сок трески Вместе с помидорами Пропитывали этот хлеб И это получается вкусный Сочный, классный хлеб А сверху вот эта корочка из сыра С грибами Аромат сумасшедший Добавляем немного свежего салата И оказываемся в дорогом рыбном ресторане Бокал белого, пожалуйста Шардоне Друзья, как же это вкусно Консистенция сначала хрустит А потом такая нежность И прямо нормальный кусок рыбы чувствуется Очень вкусное рыбное блюдо Класс Просто Невозможно остановиться В духовом шкафу Гефес Удобная сенсорная панель И множество режимов готовки Дверца из тройного закаленного термостекла Не перегревается с внешней стороны И закрывается плавно и бесшумно Благодаря доводчикам Soft Close Гефес – новая грань комфорта Для компактных решений Чтобы приготовить треску на хлебе Возьмите филе трески Хлеб, шампиньоны, сыр, помидор Лук, майонез, сушеный чеснок Прованские травы и растительное масло Большая порция нежной рыбки 111 рублей Сейчас будет блюдо заморское Но многим из вас хорошо знакомое Все, кто бывал на турецких курортах Объедались вкуснейшими лепешками Которые называются кизлеме Я позаимствовал у турецких коллег рецепт Чтобы поделиться с вами Кизлеме – традиционное блюдо турецкой кухни Это лепешка с начинкой внутри Начинки бывают самые разные Сыр, баранина, шпинат, грибы Я сделаю кизлеме с картошкой С зеленым луком и петрушкой По-моему, это самый вкусный вариант Делаем тесто для лепешек Оно здесь элементарно простое Мне нужна мука Немножечко воды Небольшое количество растительного масла Чтобы тесто было эластичнее И пару щепоток соли Я вот был в Турции не так давно В ресторане, значит, такая какая-то штука Горячая И женщина стоит с калочкой Раскатывает вот эти вот лепешечки Кладет на начинку и жарит И так все это быстро И так все это вкусно И так вроде без претензий И так понятно Замесили тесто и убираем в пакетик на 15 минут Чтобы оно настоялось Теперь начинка Здесь у меня кастрюлька Отварного картофеля в мундире И самое интересное Чтобы не запариваться Я кожуру Счищать не буду с картофеля Берем так прям картошечку Смотрите, и рукой так А, горячо Я, кстати, раньше больше дурачился, да? Да Ну сейчас и 37 мне уже, знаешь А в 45 буду думать Блин, какой был еще псих в 37? Прикинь, в 89 сидишь Какой отморозок был в 75? С картошкой закончили Теперь зелень Режем зеленый лучок И добавляем его в картофель Белую часть режем потоньше Потому что она более такая грубая и жесткая А зеленую часть можно резать чуть-чуть крупнее Петрушечка Обожаю ее Ее тоже мелко порубим И добавим небольшое количество Так будет ароматнее и вкуснее В Турции растут оливки И там делают хорошее оливковое масло Поэтому в начинку входит оливковое масло Добавляем небольшое количество в картофель И обязательно начиночку подсолите Аромат, конечно Вроде все просто, но так вкусно Начинка готова И тесто подошло На стол насыпаем немного муки на подпыл Делим на 4 части это тесто Форма гизлеме бывает разная Бывает круглая Бывает в виде кутаба такая, знаете, полумесяц Бывает квадратный, бывает треугольный Самая главная особенность этого блюда Что тесто тоненькое Какой оно формы, не принципиально Я сделаю такой, знаете, квадрат-прямоугольник Смотрите, какое тонкое Видите, практически прозрачное Прямо рука чуть-чуть просвечивает Дальше выкладываем начинку Тоненьким слоем Центр лепешки Теперь накрываем, смотрите, вот этим кусочком теста Раз, подпрессовываете Вот этим кусочком теста Два, потом вот сюда вот Три И сюда Четыре Такие лепешки жарятся на сухой сковородке На среднем огне Кладем на сухую сковородку Вот таким вот образом И подпекаем Так как тесто тоненькое Оно быстро готовится Раскатываем следующую Футим! Я не турецкий мастер гизлеме Поэтому мне нужна помощь в раскатке Да, огня, молча, не задавай вопросов Я уличный философ А, мальчик, что ли? Ужегся Помните бабу Марину? Забули жилье Подружились, так сказать Сначала злейшие враги, а потом лучшие друзья Вот что алгарь бил Лепешечку переворачиваем Видите, какой цвет? Вот он И подпекаем Я вам один раз показывал Не шуми Я вам один раз показывал, как делать кутабы После приготовления смазывал их маслом А здесь маслом гизлеме смазывается Во время приготовления Но не с самого начала В этом отличие гизлеме От других любых От любых других лепешек Когда лепешечка, видите, подпеклась С одной стороны красивая С другой стороны красивая Берем небольшое количество сливочного масла И прямо вот туда, видите, загоняем под тесто Оно начинает пропитывать его вот так вот Ой, классно так должно быть Немножко крутим Переворачиваем И делаем то же самое с другой стороны Все, друзья, гизлеме готово И на тарелочку Так жарим все лепешки Раз Два И аккуратненько так на красивую тарелочку Вот вам тарелочка знаменитых турецких лепешек Гизлеме Ну, класс Тесто, оно, знаете, как будто местами хрустит Маслом пропитанное, но не сильно Тесто прям тоненькое, смотрите Оно просто тает во рту И внутри небольшое количество начинки Так по-простому, вкусно и качественно Обожаю гизлеме Еще больше оригинальных рецептов Ищите в журнале «Семь дней» и на сайте 7дней.ру Просто быстро, интересно и полезно Чтобы приготовить гизлеме, возьмите Муку, картошку, зеленый лук, петрушку, воду, растительное масло, оливковое и сливочное масло Одна турецкая лепешка 27 рублей Время сладостей Будем готовить кукисы Вы часто видите кукисы в кофейнях на витринах с десертами Это такие большие, стильные, крутые печенья, очень вкусные Кукис с английского переводится как печенье У нас привыкли, что печеньки это такие маленькие прямоугольные или кругленькие штучки А кукис это большое печенье Покажу, как приготовить кукисы из овсяных хлопьев с кокосовой стружкой и лаймом Закон любых хороших печенек это жир Нам нужно мягкое растопленное сливочное масло Не надо его сильно наливать, просто сделать его мягким Растопленное масло выливаем в миску и всыпаем сахар Чтобы был легкий аромат ванили, так всегда вкуснее Немножечко ванильного сахара Одно куриное яйцо И знаете, что еще? Секрет любых вкусных печенек Ребят, как вы думаете? Давай, вы же меня уже давно знаете, ну? Кокосовая стружка Нет Соль Лайм Правильно, соль Ты первый получишь печеньку, Дим Щепотка соли сделает все гораздо вкуснее Каждый ингредиент в печеньке усилит Все будет лучше ощущаться Кокос Кокосовая стружечка Смотрите, как ее много Замешиваем в масло А теперь самый главный ингредиент наших кукисов Это овсяные хлопья Чтобы следовать рецепту, воспользуюсь весами Мне нужно 120 грамм Крупные хлопья Печенье получится полезное, фактурное Как надо Отправляем овсянку в миску и перемешиваем Супер кулинарный секрет Хотите, чтобы ваши печенья были вкуснее, чем любые? Добавьте в них немножко кислинки У меня есть лайм Если вдруг лайм не нашли, возьмите лимон Он тоже подойдет Но с лаймом прикольнее Потому что у лайма какой-то своеобразный свой цитрусовый привкус Неповторимый, я бы сказал И вот с овсяными хлопьями и вместе с кокосовой стружкой Лайм, на мой взгляд, сочетается круче Нам нужна только цедра Этот лайм разрезаем на две части И выдавливаем туда сок Финальные два ингредиента Это мука И разрыхлитель В муку добавляем разрыхлитель Перемешиваем И всыпаем все в миску Сейчас от жидкости хлопья начнут набухать Клейковина муки начнет набухать Тесто станет чуть-чуть плотнее А пока врубите духовку Пускай нагревается И подготовьте вот такой противень И чтобы печеньки не прилипли И лишний раз противень не пачкать Возьмите просто листик пергамента Пара минут Хлопья набухли И можно выкладывать тесто на противень Может вас это удивит Но на самом деле скажу, что печенье Не надо расплюскивать ложечкой И придавать им форму От температуры тесто начнет само разъезжаться Потому что это масло И как бы печенька примет форму печеньки Отправляем в духовку Слава богу, друзья, что печеньки пекутся быстро И нам не придется долго ждать Готовьтесь, аромат будет на всю квартиру Всего 11 минут И печенье можно доставать Все! Все! Готовы печеньки Достаем Ах, красота! Вот видите Я же говорил, они разъедутся Запекутся И будут выглядеть шикарно Мягенький центр А краешек уже такой плотненький Надо подождать, когда это печенье остынет Будет хрустящее, вкусное А самое главное Настоящий кукер Если он правильно приготовлен То он внутри должен быть Такой чуть-чуть с серинкой оставаться Ну то есть такой мягкий Не до конца запеченный Остывшие печеньки можно подать В красивые коробки Как в кофейне Вот такая она, смотрите, мягкая Видите? Овсяный хлопья Кокосовая стружка Безумный аромат И сумасшедший вкус Шикарные печенья Я вам сейчас еще покажу модную подачу Смотрите внимательно Делаем сэндвич из печенья с мороженым Берем примерно две одинаковые печеньки Мороженое в центр Закладываете А потом сверху накрываете второй печенькой Вы смотрите, какая крутая штука получилась Обещал же угостить Пожалуйста Заслужил Вот, это Дима, наш режиссер Невозможно остановиться Невозможно Хотя надо И все, ухожу Не, еще один, последний Рот набью иду Все, следующий рецепт Для приготовления кукисов я взял овсяные хлопья националь Это не просто хлопья, это геркулес Геркулес богат длинными углеводами, клетчаткой, белком, витаминами группы В и микроэлементами У меня получились не просто вкусные, но еще и полезные печенья Для кукисов возьмите овсяные хлопья, сахар, муку, кокосовую стружку, лайм, сливочек Сливочное масло, яйцо, ванильный сахар и разрыхлитель Один кукис всего 25 рублей Август, прощальный летний поцелуй Днем еще жарко, а после заката уже прохладно Чтобы согреться в последние летние вечера у мангала Нужна большая компания и горячая, сытная еда Чечевичная похлебка из баранины – лучшее решение Смотрите сразу после рекламы Готовим похлебку из баранины с чечевицей Сытно, горячо и невероятно вкусно Вот у меня какой бараний задок – около 2 килограмм Баранина – довольно-таки дорогое мясо Но я покажу, как полностью использовать все, что есть в баранины И мясо, и жирок, и кости Приготовлю вкусный наваристый суп-похлебку в казане Баранина заиграет идеально, и все наедятся от души Тут будет и вкус, и много мяса, и насыщенный бульон, и куча белка Подружаем казан на огонь Пока займемся бараниной, срезаем мясо с косточки Аккуратненько вдоль кости разрезаем Вот кость, а вот само мясо Здесь у меня и жилки, и жирок И это все пойдет в наше блюдо Нам нужно нарезать мясо просто небольшими кубиками Казан должен как следует нагреться Потому что сейчас мы будем на нем обжаривать баранину Просто мясо вареное Это, конечно, хорошо для какой-нибудь шурпы Но не для нашей похлебочки Если вы мяско это слегка обжарите Жирок у вас поджарится как следует Вот, мяско покроется золотистой корочкой Потом это мясо в супе будет Да и сам суп гораздо вкуснее Я сначала беру кусочки, в которых больше жира И первым делом отправляю в горячий казан Надо, чтобы они обжарились И жирок вытопился Немного масла в казан И забрасываем кусочки с бараньим жиром Не надо прям полностью как курдюк выжаривать Чуть-чуть подтопили Скидываем в мисочку Так, теперь на этом горячем жирке Обжариваем оставшиеся кусочки баранины Пока жарится баранинка, займемся овощами Репчатый лук Его должно быть довольно-таки много Нарезаем крупным кубиком Вот так Теперь морковь Морковь также нарезаем крупным кубиком Как раз и мясо обжарили Перекладываем его в миску В казан добавляем масло И жарим овощи Марин, принеси, пожалуйста, лук Сейчас баба Марина придет Ну вы знаете, я вам рассказывал Умеет, кстати, баранов Стричь, забивать Самое интересное Вот Позавчера мне предложило сердце баране Так прям в руке выносит Бери на шашлычок Ой, спасибо Ай, ай Барана готовлю твоего Моего? Ну твоего А чего еще-то? Спасибо Не уверен я уже по поводу барана Это или нет Собака вчера гавкала А сейчас нет Знаете, баба Марина на все способна Мало лука Больше лука, ребят Не жалеем Лук здесь Всегда кстати Морковь и лук обжарили Вытаскиваем из казана Теперь баранья косточка Внимание, готовы к шок-контенту Нога Кость И обжигаю Кости вместе с мясом Прямо на огне На основе этих обожженных косточек Бульон получится более ароматный Обожгли кости Закидываем их в казан И заливаем чистой водой Сейчас в таком виде Надо в эту ножку Эти косточки Прокипятить минут 30, наверное Мяса мало Они быстро отдадут свой сок и вкус А потом будем закидывать все остальное Через полчаса В кипящий бульон забрасываем мясом Теперь овощи Смотрите, я беру болгарский перец И кидаю в огонь Вы сейчас скажете Шеф, ты что делаешь? Ты сошел с ума Я не сошел с ума, ребята Они сейчас подпекутся Шкурка лопнет Они станут мягкие А перец уже без шкурки Нежный, обожженный Ароматный, вкусный Добавлю в суп Вот он, подпекся Маленький секретик Берем пакет И достаем перец Сейчас в пакете перцы Будут преть И будут становиться мягкие И после этого Легко с них снимется шкурка Понятно? Перчик доходит Теперь самое время Нарезать картофель И забросить похлёд А теперь основа этого супа Это чечевица Чечевица Отлично сочетается с бараниной Именно поэтому Я эти два продукта Совмещаю вместе Вот такая мелкая чечевица Не надо её заранее Замачивать Что-то с ней делать Чечевица быстро варится Чечевичка дошла до кипения Пару минут покипела Отправляем наши Пережаренные вкусные овощи Ну и к этому моменту Перчики наши уже Наверняка мягкие Вот они Хопа Смотрите, как легко Шкурка сходит Раз, раз, раз Крупным кубиком Вот эта вот семенная коробочка Видите? Оставлю Мне нравятся эти семечки Ничего в них плохого нету Классные, вкусные Плавают Будет ощущаться, что там Болгарский перчик Отправляем Обязательно в мою похлёбку Идут свежие помидоры Режем крупно И обратите внимание Помидоров здесь много Вас-то там не хватало Все вас уже там заждались Если хотите, чтобы суп был пикантный Добавьте туда остроты Чили перчик Вот такими кусочками Прям нарежу Не забудьте про чеснок Я нарезал слайсами Хорошенько солим похлёбку Осталось добавить специи Специя? Угадайте какая Зира Конечно зира Молодец, Мэри И знаете, что Прям такую смелую горсточку Финальный ингредиент Это паприка Я её обожаю Сюда её можете бахнуть побольше Она даст красивый цвет И прекрасную сладость За минуту до готовности Забрасываем в казан Мелко нарубленную петрушку И кинзу Похлёбка готова Ха-ха Какой цвет Какие мягкие кусочки баранинки Нежная картошечка И безумный аромат Да, надо поготовить, да, надо уделить время. Зато вы за полтора часа можете накормить 20 человек мощнейшей похлебкой. А какая она на вкус, не сомневайтесь, шикарная. Ой, вообще супер. Слушайте, много овощей, насыщенный вкус, зерень. Жирок, овощи. А теперь смотрите, какое мяско у нас мягенькое, хорошее. Тает во рту. Невероятно вкусная чечевичная похлебка с бараниной. Для похлебки из баранины с чечевицей возьмите баранину, чечевицу, картофель, болгарский перец, морковь, помидоры, лук, чили-перец, чеснок, петрушку, кинзу, паприку, зиру и растительное масло. Тарелка горячей похлебки 82 рубля. Ребята, разбирайте похлебку с бараниной, на всех хватит. Друзья, вышла новая шестая книга «Просто кухни» с лучшими рецептами. Уже появилась во всех книжных магазинах и интернете. Готовьте вместе со мной по этим классным рецептам и следите за проектом в наших социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok